Доброй-доброй-доброй ночи всем еще раз у микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ. При поддержке Team Empire начинаем трансляцию матча ЕГЭ против коллектива Цедек. Evil Geniuses забирают себе Дарк Сира и забирают себе Спирит Брейкера. О, Цедек уже в пик зашел Баунти Хантер и Лина. Цедек забанили Т-часа против команды ЕГЭ. Забавно, они и здесь не перестают веселить. На самом деле, ну, по-моему, все очень даже хорошо. Шторм Спирит отлетает в баню, также отлетает в баню Нагасавет со стороны ЕГЭ, Лишрак, Герокоптер и Бладсикер. Тоже классические баны. Ну и пока что по мете никто никого ничем не удивил. Представьте, Цедеки, как возьмут сейчас Пуджа, например, какого-нибудь, как наваляют на нем, как купят на него Даггер, который уже можно покупать. Потому что давно можно, но не пикают Пуджа. Не нравится Пудж никому, хотя на оффлейн одно время заходил неплохо. Да и на мид, конечно же, тоже хорошо. Ну, тут надо, знаете ли, иметь небывалую какую-то закалку и... Steel of Balls. Balls of Steel, точнее, да, Steel of Balls. Стали с шаров. Звучало бы здорово. Команда Цедек забанила Винтерн Виверт четвертым баном. Клоквер, код ЕГЭ. Да хоть какое-то разнообразие, ребят. Против вас там школьники школьниками играют, но они же нестандартные пики делают. Ну, достаточно нестандартные. Queen of Pain, от его Geniuses. По-моему, герой для Сумаила подоспел. Ну, и Цедеки, Лина, плюс Баунти Хантер. Пэлл, от Седегейминг. Агрессив забрал, пожалуй, своего... Одного из топовых героев. Получается, у него очень здорово на данном персонаже. Сейчас я... Секундочку гляну. Ну. Что на него у нас есть? А ничего, по идее, у нас на него нет по статье. Ну, ладно. Да никто и не знал вообще, что там Цедек окажется, чтобы готовить стату по ним. Резерве время. У них, кстати, один из самых большой полгероев был на вайлдкарте. Они там повеселее смотрелись, чем все остальные. Ну, и тут тоже. Ну, тут как-то больше по классике, потому что здесь уже огромные деньги на кону. Поэтому сейчас стараются как-то не отходить далеко от меты. Тоск для команды Цедек Гейминг, Фантом Лансер, Тоск, Лина, Баунти Хантер. ЕГЭ забирают себе Разор, Аквинов Пейн, Спирит Брейкер и Дарк Сир. Ну, квапа, скорее всего, для Сумаила. Разор, Тафир. Спирит Брейкер это Юниверс. Или Дарк Сир. Нет, Дарк Сир это Юниверс, конечно же. Спирит Брейкер это... Думаю, Ауи и Пипеди надо какого-нибудь Дазла или Видждоктора по данной ситуации. Виверну забанили, Пипеди уже будет без нее. Последний бан от ЕГЭ. Как же они призадумались, все время вообще потратили. Так это бан, кстати, это не пик. Дазл в бан улетает. Си Декс, turn to ban. А здесь ВД полетит в бан, скорее всего. Если себе не хотят его забрать в Сидеки. Подхилл необходим команде ЕГЭ. Пока никто за это не отвечает. Ну, сыр, конечно, будет с... Сыр будет с... Меккой в итоге. Но на ранних этапах... Может, кто-нибудь по типу ВД тут заниматься общим подхиллом. Шейкера забанили, Сидеки. Ивил джиньесы, turn to pick. Не знаю, я за ВД на самом деле. Либо в одну сторону, либо в другую. Скайрс Мак, по-моему. Незаслуженно забытый саппорт. Тем более против Тузка, например, и комбы под него, ВД заходит очень классно. Прикатились все в шарики, получили каски. Тренд протектор от ЕГЭ. Ого! Вот это ППД себе героя пикнул. Тогда здесь ВИЧ-доктор. Или Феникс. Или Феникс. Алиной Баунти Хантер два саппорта. Может удивят вообще? Есть 25 секунд, чтобы удивлять. Давайте, СД гейминг. Время удивлять. Тут нормальные комбинации, хрен выиграешь у ЕГЭ. Если ЕГЭ тебе не дадут. Герой для Экзеда есть, для Агрессива герой есть, для Шики есть. Гардеру надо кого-то. Или Кью. Да, Кью, скорее всего, герой. ВИЧ-доктор все-таки. Тут к бабке не ходи. ВИЧ-доктор. Эвол Джениусы забрали себе Квин оф Пейн для Сумаила. Фир будет играть на Розоре ППД. Это Тренд Протектор. Спирит Брейкер. Это АОИ 2000. Юниверс будет играть на Дарксире. Со стороны команды СД гейминг. Кью будет играть на ВИЧ-докторе. Шики забирает себе Лину. Агрессив будет играть на Фантом Лансере. Гардер, скорее всего, Туск. Эй, точнее, нет. Экзет, это Туск. И Гардер будет играть на Баунти Хантере. Ну, круто, 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 круто. Очень круто. Ну и все, в принципе. Последние секунды приготовления. Команда Цедек в одном шаге от того, чтобы выйти в финал всего турнира. Последний важнейший матч. Выйти в гранд-финал. В битву за главный приз. В 6 с чем-то там миллионов долларов. И уже заработали 2.100. У них есть шанс сейчас 2.8 выиграть резко очень. Против ЛЖД Цедеки уже играли. Если там ЛЖД сегодня накажет ВГ, а у меня есть шанс, есть подозрение, что накажет. Ну, Цедек побежали уже в собственный лес. Уже по варду пробежали здесь через ТП-шку. Ауи, скорее всего, действовал. Ауи ни копья с собой. У него нифига нет. У него есть центри вард 45 копеек. Ауи закупился тут. Очень круто. Молочага. Но принес себе Clarity Healing Self. Хотя бы. Цедеки зря сюда пришли ждать их тут. Никто их тут не ждет. И к ним не пойдет тоже. Шики будет стоять мидлейн против Квапы от Сумаила. Ну, на самом деле очень интересная заруба здесь будет. Шики и Сумаил, ну, блин, два топ-героя, ничего не поделаешь. Сумаил здесь тащит, Шики здесь тащит. Так, пошел уже XZ наваливать варду. Нет, да, нет, не подходит. Не подходит, а зачем тогда ставил? Разбивают вард. Зачем ставил? Непонятно. Моднявый тренд протектор. Настоящая елка. Кстати, очень стильный, по-моему, вард. Ой, стильный... Вообще, стильный нарядец на тренд протектора. XZ уходит в инвиз, а демаж это дает фиру для раннего фарма. Так, там ФБ. ЦД делают фёстблат. Где это, где это, где это? Это здесь это. Давайте смотреть. Ауи ловят. Айсшар по нему. Еще и проклятие от Кью. Ну и Ауи приехал. Меледикт. Фёстблат от Вичдоктора. Команда ЦДек забирает первый фраг. И по голоде они уже выигрывают 600. По экспириенсу они выигрывают одну сотню у своих оппонентов. Шики на мидлейне. 3 на 3. У Сумаила 6 на 4. ППД 3-0. Фир 4-2. А где ППД, кстати, крипов-то Браук. Странно даже как-то. Баунти Хантер от Экзедов соло. На сложный. Это Баунти Хантер сложный. Это не саппорт Баунти Хантер. Здесь Гардер саппорт на таске. Баунти Хантер сложный. До тысячи лет уже такого не было. Экзед будет ранний левел получать. Дальше треки и дальше постоянные файты. ЦДки на это рассчитаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая круто тень от них, конечно. Это смотрится, даже смотрится все это великолепно. Молодцы. От малых никто не ждал, малые жгут. Тут малой что-то не дожигает. Конечно, по фармусу Маил просто потрясающий. Как игрок. Вот герой такой, который после 45 минуты не сильно там всплывал. Платинум, да, наверное? Да, Платинум Вейберошин. Агрессив 13 на 8. Квапа от Сумейла 10 на 5. И Фир 8 на 4. Так, пошел файт Сумаил. В соло против Шики. Еще один удар. Ну, Сумаил упрыгивает. Здесь поздновато. Туск немножко пришел. Могли бы развалить Сумаила. Ну, Туск пытается. Гардер здесь. Гардер Айшарт будет давать или нет? Нет, не дает. Гардер спалился, поэтому Сумаил близко подходить не будет. У Сумаила уже есть Боттл. У Шики в это время тоже есть Боттл. По Нетворцу. А ну-ка, а ну-ка. Шики 1400. Сумаил 1500. Крипстат по-прежнему первый у Фантом Лансера. А где же его враг? Ауи 2000 не может близко подходить. Меледикт. И все. И Ауди 2000. Ауди 2000. Ауди 2000 отъезжает просто. На своих четырех. Критбрейкер. 1-0. Не получается фармить вообще. Куда ушел Дарксир? Юниверс пошел в собственный лес. Разорвает время. Забирает Экзета. Экзета отваливается на собственном Тауэре. Сколько тут демэджа у Фира? Плюс 112. Неудивительно. Пипедилл ОХПшный. Один в один уже. По фрагам 460 голды ЕГЭ поднимают. 280 по экспириенсу тоже они. Вообще по фарму цедеки 1000 ввели. По экспириенсу 0. Ну и по фарму теперь до 500 скатились. Универс опять отправляется в лес. Прошлый раз он просто феноменально отстоял свою линию на сложной. И потом ушел в лес. А потом до конца игры ни одного эпицентра не дал. Здесь с Дарксиром сложновато не дать волов реплика. Например, листяшку. Тут уже попроще ситуация будет. Универс сливает все хп. Надо идти хилиться на базу. Агрессив. 29 на 18. Фир 20 на 9. 10 крипов лучше, чем 1 килл. Фарму агрессив лучше идет, чем фир. У него 2300. А здесь 260 у фира. Ауи стал получать экспириенс. Пингует то ли по Ауи. Я так не понял. Но по-моему Ауи сам на себя там пингует. Перетяжку ждет от Сумаила. Как я понимаю, шестой левел есть. Выскакивать нет смысла. У агрессива уже есть более-менее артефакты. У Ауи абсолютный тухляк. Ауи третьего левела. Почти четвертого. Должны чекать Сидеки, где находится их оппонент. Экспата ему идет. Агрессив уже приобретает Сибирингу Факвила. Фир в это время. Пауер третс. И такое по мелочевке. Ауи 2000. Приобретает, получает четвертый левел. Но эту ситуацию можно прочекать. Вот здесь все видно. Все понятно. Вот здесь. Это же надо понять. Курьер Дайров разваливается. Убивает его Икзет. Вот он, бедняга. И в нем 700. Я даже... Ладно, я покажу, конечно. Но там лежал Боттл. Лежал Боттл. И Сумаилу теперь стоять без Боттлы. Да, Сумаиловская Боттла. Разваливается на центральной линии. Бедный Сумаил, а. Так еще не наказывали его. 42 на 28. Здесь 33 у Фира. Фир вроде как загоняет Икзета. Гардер отправляется сюда. Где Икзет? В это время Икзета есть уже 6-й левел. Есть 6-й левел, поэтому есть треки. Поэтому можно файтиться. Все, трек запулил он в Сумаила. Ауи стоит, получает Экспу. Агрессиву плевать. Он получает Экспу и получает деньги. Ауи просто получает Экспириенс. Не фармит, смотрите как. Линию держит просто великолепно. Агрессив, но он, блин, он на фрифарме. Сложновато было бы не держать линию. Тем более у него есть вариант для эскейпа. По этому поводу не мучается вообще. Иллюзия появилась. Иллюзия сразу на стрём становится. Так, с гардером пришли. Экзет. Ловит у нас спиритландцы. Уже надо уходить. Клопа в это время Вич-доктор разбирает. На мидлейник. Клопа убивает Вич-доктора. А где же Лина там? Лина в это время фармит. Ого-го, какой стак крипов. Тут, по-моему, пачки четыре, если не ошибаюсь, было. Ну, три минимум. Три это точно. По-моему, четыре всё-таки. Агрессив дальше фармит. Подай иншелами эти почки. Ну, и для него не страшно это. И ждёт Ауи своего звёздного часа. Сейчас у него будет пятый левел, и он как залетит, как даст 17% баш нон-стоп. Каждый удар. Агрессив уже почти восьмого. Готовится врыв на агрессив. Агрессив спиритланцем. Фира отбросил, и всё, Фира, уходи отсюда. У, уходи. Не подставляется мидлейн. Что там? Кью пошёл получать левел. Икзет уже шестого с копейками левела. Сумаил восьмой. Сумаил, скорее всего, вниз тоже перетягивается. Агрессив отходит. Пошёл встречать Курьера. Есть уже барабаны готовые. Мидлейн кью. Где Лина? Лина перемещается на топ-лейн. Шики. Уже с ПТ есть у него. Ну, Талисман, Боттл, Мэджик Вонт. Начинают выходить на таврайгерки. Игроки команды ЦДЕК. Фармят они поинтереснее. Две тысячи. По экспириенсу тысяча для них. Агрессив не подставился. Агрессив ушёл. Он понял, что здесь не алё. Ну и теперь Фир здесь в соло. Всё, агрессив дальше фармить. У него простая задача. Он должен стоять, выфармливать артефакты. Всё остальное будет после. А потом будет потом. Фир в это время. 46 на 15. У Фантом Лансера 63 на 38. Там повышено. Много. 4100 у него. У Фира 3400. На 700 голды опережает. Самого опытного, наверное, игрока команды ЕГЭ. Игзет снова на мид-лейн. Игзет с Юрикентосами фармит здесь. Весёлая тема. Кью. Уже с Транквилбудцами. Гэндаллов Стрэндж. Есть также Мэджик Уон. Туск просто несчастный по фарму, конечно. Но скоро появится ПТ. При наличии нормального фарма. Или нормального файта, скорее. Может ПТ появится. Ауи пришёл здесь, теперь в кустах постоять. Ауи ждёт выход на Экзет. У него есть просветка. До этого должны все игроки команды ЕГЭ сюда подойти. А подходят только игроки команды ЦД. Ауи, если увидели бы здесь, развалили бы. Так, ну кто-то здесь есть. Смог не сработал. Ауи побежал. Успеет? Не успеет Туск? Нет, не успевает. Ауи убежал. Убежал на Фантом Лансера. Сразу же. Ну и сюда сейф ТП. Сразу. Агрессив. Допперганкер у него есть. Юзайя Допперганкер. Шики. Врывается на Ауи. Ауи лоу хп. Ауи в таверну. Отлично. Ганганули прям. Молочаги. Полетел Шарик дальше за Юниверсом. Стопит Юниверса. Айшар тоже в него. Так, пошла семечка в Таска. Как что один в ноль. Таск лоу хпшный. Таск разваливается. Дезвард пошёл от Q по Фиру. Фир под Мередиктом. Фир рассыпется сейчас. Нет, нет, нет. Да, да, да. Фир. Квапу ещё здесь загнали. Сума Ила отваливается. 3-3 счёт. Так, покажите, сколько там за Квинов Пейн. 815 за Квапу получили. Ну и вот эти размены перед этим 1 на 1 были фактически бесплатными для одной и для другой команды. Но эти деки уже 4000 по золоту. И у них есть нереально крутой план Б. Фантом Лансер это совсем другая история. Это не разор. Топпельгангер делает чудеса полнейшие. Да и иллюзии его. Это чокнутая вещь вообще. ПЛ отпускать это издевательство. ПЛ отпустили. ПЛ отпустили. Он стоял на фрифармить 10 минут. Нетворс у него топовый. 5200. 4900. Дальше идёт Шики. Почти 5. И здесь только 4 у Розора приобретается. И 3700 Сума Ил. Ох, разнос, конечно. Ауи без денег. ППД без денег. А здесь саппорты выфармливают у Гардера. Почти 2К. Сейчас будет ПТшка у Кью. Уже есть Транквилы. Уже почти есть у Нов Шадоуз. Проблемы у ЕГЭ. Огромные проблемы. Три с половиной цитек золота. Две с половиной экспириенс. Ну-ка, Сума Ил. Что по артефактам? Есть у него Пауэр Трэдс. Есть у него Боттл Нул Талисман. Мэджик Вонт. Разор от Фира. Есть Ринго Факвила. До барабанов, в принципе, ещё нормально. Так выфармливать здесь барабаны уже есть. И 1500 сверху. А где? Так, у ХПшный Икзет. Икзета разваливают за ППД. Задувают в него. ППД тоже, скорее всего, умрёт. Ульта пошла от Трэнд Протектора. Дезвард по ППД. Дезвард сбивают. Пока что один в один размен. Кью старается всех выделять. Ауи 2000. Врезается вайсшарт. Ауи развалят. Ауи убивают. Здесь под стенкой. Иллюзия Тускара просто разбила лицо. Бедняжки Кью. Хотя эта Квапа убила. Ну и приходит агрессивно под сейф своей тимы. 2 в 2 размен. 920 ЕГ по голде зарабатывают против 634 от Сидеков. И здесь 1290 для ЕГ против 900 от коллектива Сидек. Но они не боятся файтиться, что самое приятное на самом деле. Бейл надо сместиться. Сместился. У Бейла и так всё нормально. Он фармит хорошо. У него 4400 у Фира и 6000 у Агрессива. Это увидишь и сразу просто слёзы текут. По безвременно почившему Разору. Фантом ведь его просто сожрёт. И Агрессив. Первый темп, как обычно, для него Бутс оф Тревел. Так и бывает. Он не собирает себе диффуза. Он собирает себе Бутс оф Тревел. А дальше посмотрим. Я буду быстро бегать, перемещаться в любую часть карты и хорошо фармить. В какой-то степени для ПЛа Бутс оф Тревел, наверное, даже получше, чем Мидас собрать. Ауи, от иллюзий вынужден убегать. Ауи уже здесь печальный абсолютно. Как в чате пишет достаточно знающий муж. Агрессив дерётся, если это нужно. И это его плюс. И тут я абсолютно согласен. Агрессив на фрифарме стоял. Ему есть варианты прийти подраться. Он не против. Он нафармил себе акрилу. У него есть. Драма Фендеранс. Он может бить, и он бьёт. Всё очень просто. Бейл может драться и на этой стадии игры. У него есть Спирит Ланс, который под... Сколько? 250 дэмэджа плюс иллюзия там. Нет-нет, да и 50 натыкает. То есть по 300 фактически. Копья эти залетают. 300, 350, если будешь стоить тупить. Стоять. Агрессив забирает ещё и Тауэр. 1100 на руках. Пошёл замес на топ-лейне. Очень быстро справляется с Тренд-протектором. Лоу-хпшный ВИЧ Доктор. Доктор в таверну. Шики тоже по лоу-хп. Шики возвращается в файт. У него есть Лайт-стракер и задувка в Юниверсе. Агрессив уже здесь. Он уже идёт убивать. ХЗ в таверну. Разор в таверну. Тренд-протектор в таверну. Ауи будут ловить. Ауи пытаются подстопить. У Ауи ничего нет. Ауи в таверну 4 в 1. Дерутся просто как звери какие-то эти ЦД. Они моментально нападают. Толпой малые налетели на команду ЕГЭ. Фира расковыряли. Да он в жизни такого отношения к себе не чувствовал. 2 600 по Галде, 2 900 по Экспириенсу. Никакого уважения к пенсионной книжке Фира. Вообще никакого. Взяли пенсионную книжку его и вытерли ноги ей. Охренеть. Вот это я понимаю напору пацанов. Вы как бы поняли, да? Вот это они. Они унижают команду ЕГЭ. Они. Ни я, ни вы. Вот эти ребята. И вот этот чувак с головой коня. Да, это конечно жесть полная. 1960 уже на руках у Агрессива. Так. Зет приобретает себе Мекку. Где ты, где ты, где ты? Мека есть у Баунты Хантера. У него есть Аркан Буцы. У него все есть хорош. Все в порядке вообще. Лина от Шики. Еул есть. Есть Пауэр Трэд. Спаунт Пойнт Булстер. Две пятьсот остается до Аганима. Фантом Лансер в принципе может себе второй Блэйд Фалакрити приобрести. Но наверное не будет на байбэк. Потому что ПТ есть. Дутсов Тревел точнее есть. В любой момент можно ворваться в фарк. Они забрали две вышки. Они убили девять героев. И они дерутся. Потому что могут себе позволить это. Ну и команда ЕГЭ начинает тут дофармливать где-то что-то как-то. ЕГЭ фавориты были этого матча. Безусловный ей. Что происходит в итоге? Нифига хорошего не происходит. Ох и месиво конечно. Ох и месиво. Так и дерутся. Посмотрите как. Знаете такая грязная драка абсолютно. Нет такого что мы там одного выцепили. Убили его. Залили в него там по спылу. Да нихрена. Все что есть. Есть у них палки. Они бросаются палками. Нет у них палок. Они там грязь с водой смешивают. Бросаются в человека. Чтобы ослепить. Потом бить его. Потом кусать. Вырвали кому-то не знаю волосы. Другого там за подмышку укусили. Все по чуть-чуть по кусочку и команда ЕГЭ сыпется. Тут элитарная дота. Они не вывозят. У них Сумаил перефармливает всех всегда. Сумаил просто идет и наказывает в соло троих четверых. Какие там три-четыре. Просто толпой пошли. Взяли не знаю. Бруснику какую-нибудь. Брусникой забросали человека там. Помидорами. Яйцами тухлыми. Всем что было. Ну а с другой стороны это дает свой результат. Они дерутся грязно. Дерутся толпой. И в данном случае количеством побеждают. Надо файтиться. Все пять перетягиваются в одну сторону. И берут и наказывают. Я же говорю еще раз. Таких топовых соперников. Прозор отыщет голды на руках. Фир наверное уже подумывает о БКБ. Но это будет капитуляция Фира на самом деле. ППД в инвизе. Просветка до него не достала. Здесь смолки в зале или как-то... Как так? Как так-то? Почему узнали, что ППД здесь лазит? Но ППД тут просто пронесло. Огонь появляется у Сумаила. Есть вариант для камбэка на самом деле. 19 минут по голде. 6000 тд по экспириенсу. Полторы тысячи в пользу китайского коллектива. Кью донайт тавер внизу. Ну и саппорты выфармливают. Что самое приятное для команды цдек. Саппорты выфармливают. Значит не будет этого тактикал фида. Понимаете? Это важно. И эти СНГ коллективы не могут уяснить. Саппорты не должны быть дном. Они не должны быть якорными. Не получается. СНГ командам это понятие. Здесь ППД 1400. И Ауи 2000 1500. Дальше идет гардер на туске. У которого 3600. И дальше идет Кью. У которого 4000. И у него сейчас после урнов Шадоу, Транквилл Буцов появляется Пойнт Бустер. И минут через 7 будет Аганим. Ну там не 7 пускай 10. Но он будет. Он никуда не денется. Он не будет умирать. У него 1100 хп. Здесь у коровы 1100 хп. Это Спирит Брейкер. Супер Силач. Ведь Доктор столько же хп как и у Спирит Брейкера. Я уже молчу про ППД. Тоже 1100. Но здесь Тапок и Вард. Это лучшее, что у него есть. Ауи развалили. 10-6. Дальше погнали за Фиром. И Фира. Сейчас будут убивать Фир лоу хпшный. Стена стоит от команды ЕГЭ. А дальше за Юниверсом. А Юниверс бежать. А тут куда уже бежать? Тут есть Дефьюжал Блейд. Юниверса убивают. Сумаил с ультой. Все хорошо, конечно. Сумаил очень круто кричит под агонимом. Агрессив просто идет дальше за ППД. Просветили ППД. ППД, скорее всего, тоже в таверну. Минус 4 от команды ЦД. Сумаил просто сваливает под треком. Да кто тебя куда отпустит? Г-Г-В-П. Команда ЦД просто чума какая-то. Это не команда. Это хрен знает что. Это жесть. Это полнейшая жесть. Команда ЦД разрывает команду ЕГЭ без шанса. Абсолютно без шансов. Ребятушки, это просто жесть, что творится. ЦДки. Первые участники гранд-финала Интернашнала под номером 5. ЕГЭ просто несчастные в данном вопросе. Что-то не так. Мы не ожидали. Да никто не ожидал. Выходят чуваки в шортиках. Там, правда, можете, не знаю, на офф переключиться, посмотреть. Чуваки выходят в шортиках, в слепонах, в полу кое-как завязанных каких-то там шнурочках. Толстенькие, худенькие, козенькие, кривые. Всех элитных ЕГЭ просто разнесли под орех. У нас следующая игра. Это малый финал Лузеров. И посмотрим, кто там будет завтра сражаться против команды Evil Genius, из которой проигрывают матч за выход в гранд-финал. Все. Небольшой перерыв. Вичи Гейминг против команды LGD China через, я думаю, минут 10-15, пока там страсти улягутся в Сиэтле. Всем огромное спасибо. Оставайтесь с нами. Дальше только интересное. До связи. Продолжение следует...